приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня очень важная тема тема посвящена поливам 2 мая заранее это говорю потому что многие забывают и в козероге 2 мая зальют основательно и рассаду и посадки и все поэтому что мы делаем я хочу напомнить вам правила и почему эти правила очень нужны смотрите 2 мая луна в козероге будет находиться с 0 часов до 22 часов 32 минут затем будет переход в знак водолей и в с этого момента не точно вас 22 часов 6 часов вот этот переход осуществляется уже энергии водолея будут чувствоваться 6 часов поэтому пожалуйста запомните поливайте только до 17 часов всегда после стихии кор стихии земли то есть не корня и всегда идет после этого знака после этой стихии заходит луна в знаке стихии воздуха поэтому очень важно вот эти правила итак смотрим правила трех поливов и так поливаем в горшочек я сейчас вам показываю вот залили водичка есть больше не трогайте что произошло вот не будем вытягивать растения когда вы залили у вас нужно делать перерыв 10 минут получается что в течение вот этого периода когда вы первый раз полили водичка быстренько сюда вся прошла и вот только здесь получился у нас произошло замачивание почвы через 10 минут то постепенно будет идти снизу потому что мы в поддоне это делаем снизу будет водичкой чуть-чуть поступать ну и здесь так чуть-чуть впитается через 10 минут мы делаем следующий полив вот немного а вот вот так вот чтобы водичка собирала вот под до краев залили лишняя основа водичка вытекает снова возвращаемся картинки и снова 10 минут у нас идет перерыв и вот три вот это получается первый полив я уже изучал этот вопрос здесь замачивается и здесь замачивается второй полив вот часть горшочка и теперь нужно вот осуществить вот этот третий полив через 10 минут который позволит нам всю вот эту часть замочить и два с половиной дня два с половиной суток вот в знаке водолей спокойно растение переносит вот эти недостатки поливов не надо каждый день поливать а нужно вот полить очень хорошо в знаке корня очень хорошо тем более убывающей луна и так что вы сделали вы выполнили правило трех поливов и затем уже вечером можно или на следующий день 3 берете вилочку и хорошенько даете воздух это стихия воздуха нужно обязательно вот все 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 здесь вот так вспушить землю это называется закрытие влаги и закрыв влагу вы спокойненько будете знать что у вас вот весь горшочек абсолютно все здесь промочено и растение за этот период спокойно будет и пить воду и дышать и корневая система будет продолжать расти ну что ж я ответила про правила трех поливов и предупреждаю следующий знак водолей 3 4 не поливаем следите за нашими выпусками мы будем напоминать и рассказывать что делать дальше в данном случае пожалуйста будьте внимательны до обеда сделайте вот эти поливы вам хватит времени для ваших растений чтобы они спокойно пили вот эти дни воду и питательные естественные вещества ну что ж раиса горяченко александр волик ответили на вопрос по поводу поливов в эти ближайшие дни что нужно сделать на что обратить внимание мы все это сделали прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго